Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Еврокомиссия предложила странам ЕС два варианта ограничения цен на российский газ. Европейские чиновники после принятия потолка цен на российскую нефть вошли во вкус и решили еще искусственно ограничить цены и на российский газ. По данным британской газеты Financial Times Еврокомиссия предложит на рассмотрение два варианта ценового ограничения. Первый вариант предусматривает установление предельной цены покупки на весь поставляемый России газ. Сообщается, что в этом случае ЕС создаст единого оператора, который будет закупать газ в интересах всех европейских компаний не выше предельной цены. Сам механизм определения этой предельной цены Еврокомиссии пока не определен. Второй вариант плана предполагает разделение Европы на красную и зеленую зону в зависимости от степени риска перебоев с поставками голубого топлива. В красной зоне окажутся страны, имеющие высокую зависимость от получения российского газа, а в зеленой зоне окажутся страны, имеющие незначительную зависимость от получения голубого топлива из России. Цены на газ для стран, входящих в красную и зеленую зону, будут отличаться для обеспечения сбалансированных поставок газа из России и стимулирования Газпрома к поставкам газа в страны, испытывающие газовый дефицит. Планы Еврокомиссии гладок на бумаге. Да забыли про овраги. Во-первых, до сих пор никто не интересовался позицией России по данному вопросу. Газпром пока еще прокачивает значительный объем газа в Европу через украинскую ГТС и через турецкий поток. Указанные объемы заменить Европе нечем. Если Газпром откажется от поставок газа по этим маршрутам, Европа попросту не переживет предстоящую зиму. Европейским чиновникам потребуется не просто нормировать свою промышленность, но и сократить потребление газа объектами энергетики, а это чревато катастрофическими последствиями. Во-вторых, возможный отказ Газпрома от экспортных поставок газа в Европу приведет к рекордному росту мировых цен на газ. Между импортерами газа развернется отчаянная битва за получение драгоценного голубого топлива. Почти весь прирост мировой добычи газа обеспечивался за счет Газпрома. Если Газпром искусственно вывести с европейского рынка, то ни одна компания в отдельности, ни все другие компании мира вместе взятые не смогут заменить Газпром как минимум в течение нескольких ближайших лет. В-третьих, не стоит исключать того, что введение ценовых ограничений может быть невыгодно американским экспортерам СПГ. К примеру, предельная цена покупки российского газа условно в 700-800 долларов может быть выгодна Газпрому, но уже невыгодна американским поставщикам. В этом случае европейские компании откажутся от покупки американского СПГ и резко увеличат импорт российского газа. Стоит признать, что Еврокомиссия с идеей введения потолка цен на газ может зайти на минное поле и не выбраться оттуда без серьезных потерь для европейской экономики и промышленности.